Так, ребята, привет! Ну что, настает холода, уже зима по обрезости. У кого Нивы, есть вариант интересный с печкой. Сейчас вот Дмитрий вам расскажет, как можно улучшить печку, чтобы дуло хорошо. Так, знакомьтесь, Дмитрий. Дмитрий занимается модернизацией печек, правильно я тебе объяснил? Да, модернизацией изготовления печек. Ну вот, расскажи, чем ты занимаешься, что лучше, что хуже, и на какие машины именно это все подходит. Ну, приветствую, друзья-невоводы. В принципе, ни для кого не секрет, что с печкой на нашей любимой картыше и длинных тоже беда. В общем, не дует она добром. Если дует, то не туда. И постоянный очень сильный шум. Ну, печками я уже занимаюсь в течение, наверное, лет шести. В принципе, это уже Нива моя не первая. Вот. И как бы даже с самой первой Нивы я стал задаваться вопросом, а что можно сделать со звуком взлетающего Боинга в салоне при работе печки. Ну и начал ковыряться в интернете. То есть нашелся у меня вот примерно такого плана способ, то есть установка восьмерочной печки в сапог воздухозаборника. В принципе, это все, что взято было с интернета. Далее, как бы, это уже моя была задумка. Мной проделаны растекатели воздуха после вентилятора, чтобы можно было воздух перенаправить по всему радиатору, чтобы сохранить тепло в машине. Вот. Потому как, если брать печки, которые продаются в магазине, то там никакого растекателя воздуха нет и в помине, или если есть, то он, как бы сказать, в зародышевом состоянии и не работает. Ну, в общем, печка была изготовлена, обробована. В принципе, интересно, но хотелось чего-то больше. И я стал думать над изготовлением, и над модернизацией низа печки. Так как вентилятор мы отсюда убираем, выпиливаем, остается много свободного места и полет для мыслей. Примерно вот так. Это вот сам делаешь? Да, это я делаю сам. Это я, в принципе, придумал сам. Никто не делает. То есть, подача воздуха в ноги. Именно подается воздух в ноги. Это вот отсюда? Это вот отсюда. С одной, с другой стороны. То есть, воздух теплый подается именно в ноги пассажиру и водителю. И больше никуда, ни под панель приборов, ни на магнитофон, никуда. Именно в ноги. Причем, при таком способе мы имеем возможность отрегулировать заслонкой величину, как бы, воздушного потока. Ее полностью закрыть, приоткрыть и все такое прочее. Вещь очень удобная, очень хорошо дует. И, как бы, отличный поток воздушный. У тебя такая печка стоит? У меня, естественно, такая печка стоит. Ну, давай, посмотрим. Да. Итак, друзья, мы переместились в машину и посмотрим, как эта печка, как бы, работает вживую. То есть, вот сейчас у меня печка выключена. Я смотрю, извиняюсь, у тебя тумблер другой стоит, да? Да. Здесь стоит тумблер от девятки. Вот. Тумблер на четыре положения. Итак, попробуем. То есть, здесь сейчас открыта только подача на стекло. Ну, то есть, эти клавиши первые две работают в штатном режиме. Вот это второе положение печки, третье положение печки и четвертое положение печки. То есть, шум тока воздуха в салоне присутствует. Вот. Ну, да. То есть, вот ее даже саму, как бы, эту палку сдувает. Также можно, естественно, направить воздух в лицо. Ну, это, как бы, стандартное для Нивы. Но я, в основном, пользуюсь вот так. Далее, нижняя клавиша, нижний ползунок у нас будет уже отвечать за подачу воздуха в ноги. То есть, вот подобным образом мы открываем подачу воздуха в ноги водителю и пассажиру. Вот, что здесь у нас происходит. Ну, да. То есть, у водителя то же самое. Есть, конечно, разница большая. На стандартных печках, даже у меня, сидишь, когда на пассажирском, еле-еле там дует. И всегда горячая торпеда, магнитофон горячий, потому что все тепло идет не туда, куда нужно. Вот, в принципе, печка сейчас работает на первом режиме. То есть, ее практически не слышно, да и, ну, ее, в общем, вообще не слышно, если заведен двигатель. А воздуха хватает, как бы, за глаза. Я именно вот этот режим только всегда использую. Ладно. А ты скажи, по деньгам это как, вообще, что это? И как, если людям интересно, чтобы к тебе обратились? Что нужно сделать? Да, ну, собственно говоря, если кто захочет себе такую печку, если кто захочет переделать себе, в принципе, достаточно мне просто позвонить. Как бы, у меня есть либо готовые комплекты, либо я в течение двух-трех дней доделаю, потому что, как бы, заказов немало. Я, ну, один, две руки. Все-таки я не всегда успеваю в этот же день человеку отдать готовые изделия. А так обращайтесь. Вот так по деньгам-то все приняли? По деньгам 6 тысяч, получается. Понятно. А если из других городов? Если из других городов это, как бы, это тоже приветствуется, я отправляю транспортными компаниями. Любыми, удобными. Ну, как бы, отправляю я уже давно. Я уже, наверное, в течение 6 лет в этом, как бы, вопросе работаю. И по другим, кстати, городам тоже очень отличные отзывы. Также мою страничку можно найти в DriveTour.ru на сайте. Ссылочку оставлю на Авито, да, твою? Да, можно ссылочку на Авито оставить, можно ссылку на DriveTour.ru, да. Там все данные есть, там с тобой пусть связываются. Так, ребята, кто от моего канала обратится, там так и пишите, что там Нива 07 Оренбург. И кто с города Оренбурга, Дмитрий вам установит печку бесплатно. Все правильно? Да, все правильно. Кто к нему сам приедет, возможно, там из ближайших, то Дмитрий вам установит бесплатно. И от вас, ребят, душевная беседа. Ясненько. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать, да? Все объяснили? Кому интересно, ребята, так что обращайтесь, ссылочка будет вся в описании. Ребят, один нюанс только есть в моей печке. То есть, эта печка сделана именно для машин со старой печкой. То есть, модели 2121, 213, 214. То есть, к сожалению, на Нива Урбан и на машины со штатным кондиционером это устройство не подойдет. Не, на 31-ю старую. На 31-ю, да, пожалуйста. Просто у кого вот Урбан, как вот у меня с кондиционером автомобиль, к сожалению, переделать нельзя. Да, то есть, у машины с кондиционером нельзя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...